А тему этого видео нам подсказали в комментариях. Большое спасибо за вашу обратную связь и за те идеи, которые вы предлагаете. К сожалению, не всегда и не на все хватает времени, но мы стараемся прорабатывать каждую из них. Сегодня все внимание переводчикам. Но не просто переводчикам, а тем, которым можно надиктовать, а не переведут сразу в текст или даже в голос. И первым на очереди приложение, которое вообще не станет сюрпризом. Но что поделать, если у него столько возможностей? Google-переводчик обладает одной из самых больших баз языков и спокойно понимает речь. Потестим на туристических вопросах. Все вопросы в этом видео я диктовал голосом. Можно озвучить ответ собеседнику. И чтобы оценить перевод, еще один контрольный туристический вопрос. Есть еще возможность вести разговор. Здесь задаем вопрос на своем языке. Озвучиваем ответ собеседнику и просим его уже ответить нам. Кроме того, он работает в офлайн. Не со всеми языками, правда, и заранее нужно скачать пакет. Вот только диктовать в офлайн нельзя. А с текстом справляется с целыми фразами. Следующий тоже знакомый Дипл. У нас на канале было видео, полностью посвященное ему, поэтому очень быстро про мобильное приложение. Выбор языков хорош, но Гуглу все равно уступает. Возможности диалога нет, но вот диктовать – пожалуйста. Задаем вопрос и даем послушать собеседнику. И второй тестовый вопрос. Перевод отличается. Еще одно решение – реверса контекст. И это не только переводчик. Он настойчиво предлагал мне премиум, но я от всего отказался и пользовался во время записи бесплатно. У этого приложения довольно приличная языковая база и возможность работать офлайн, если заранее скачать необходимое. Теперь тестим на привычных вопросах. И тут внимание – встроенный искусственный интеллект, который поможет вам как сформулировать вопрос, так и посмотреть варианты перевода. А также примеры употребления в речи. Такое ненавязчивое обучение. И еще один вопрос для чистоты эксперимента. Уже третий вариант перевода. Функция диалога присутствует, и это приятно. По улице. Голоса в офлайн-режиме нет, как нет и перевода фраз. А вот отдельные слова переводит отлично и еще несколько вариантов предлагает. Дополнительные возможности связаны с изучением языков. ИИ поможет вам правильно сформулировать текст. А еще можно изучать синонимы, спряжения, все это с переводом и объяснением. Но выбор языков ограничен. Платный доступ обещает нам вот такие привилегии за 5 евро в месяц. Войстро – это бесплатное приложение, разработанное в Японии, поэтому акцент здесь на азиатских языках. Нет, самые базовые тоже есть, но здесь они соседствуют с бирманским, например. Работает предельно просто. Диктуем. В результатах показывается перевод и примерное значение. Если знаете японский, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях, насколько точен перевод, потому что разработчики уверяют, что уделили особое внимание именно точности. Проверим еще на английском. Вот, в принципе, и все. Просто и бесплатно. И еще одно приложение с фокусом на азиатские языки, но родом уже из Южной Кореи. Папа Гоу. Оно посложнее предыдущего. Не так много языков на самом деле, но, скорее всего, оно сделано как раз для корейского. Диктуем стандартный вопрос. Есть функция диалога. Без нее уже и приложение вызывает смешанные впечатления. Будем считать, что с корейского тоже переводят хорошо. Оффлайн перевод в наличии. Заранее скачиваем базы. Но работает в офлайн с английским языком. Русский недоступен. Принципиальное отличие. Даже в офлайн это приложение может озвучить фразы. Давайте еще английский потестим. Папа Гоу не только переводчик, но еще и такой мотиватор к изучению языков. Можно и разговорник посмотреть, и скачать обучающие карточки. Учим корейский. Конечно, никто вам не гарантирует абсолютно точного перевода, особенно голосового. Но можно говорить проще, избегать сложных оборотов и витиеватостей. По крайней мере, фразу «как пройти на вокзал» я думаю, поймет абсолютно любой носитель. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков – Теплица социальных технологий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова